Центр восстановительного лечения Я уверен, что если сравнивать этот год и 2009, мы сейчас совсем готовы, потому что в крупных больницах есть те врачи, которые имеют опыт боевых действий. И наши тоже были на усовершенствования в военных госпиталях. Так что сегодня можно сказать, что мы готовы помочь наших людей. Работа над проектом велась 6 лет. Появление насыщенного современной техники восстановительного центра стало возможным лишь при сотрудничестве Эстонии и США. У американцев существует специальная гуманитарная программа, позволяющая финансирование подобных начинаний. На свою помощь оказали и многие причастные организации и частные лица. И в больнице Магдалена уже действовал восстановительный центр, выполнявший более ограниченные задачи. К тому же, наконец, в стране стала складываться новая ветеранская политика. К тому же, трагическая правда состоит в том, что в год в стране выполняется 500 операций по ампутации конечностей. В современной медицине такая тяжелая операция лишь с начала длительного восстановительного процесса, который включает не только изготовление протеза, но и привыкание к новой жизни. Любой солдат, сражающийся вдалеке от своей страны, помнит о родине и мечтает о том, чтобы вернуться домой к нормальной жизни. Лечиться тоже надо на родине. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я был на трех войнах. Теперь у вас есть очень современный центр. Он спроектирован специально для ваших нужд. В нем есть не только палаты и оборудование, но и тренированные энергичные специалисты. И главное, есть стабильная возможность к развитию в будущем. Не зря при открытии мы не разрезали ленту, а посадили дерево. Символ жизни и развития. Прямо в центре пациент пройдет не только восстановительные процедуры. Там есть тяжелая квартира, в которой можно получить навыки повседневной жизни, которая сильно изменилась после тяжелой травмы. Там есть кухня, душ, туалет. Протезы изготавливаются в сотрудничестве с пациентом специально для него. Раньше об этом говорить стеснялись. Но любой инвалид вправе рассчитывать на максимальную поддержку государства. Любой солдат, рискующий жизнью за пределами родины, должен знать, что в столь сложной ситуации государство не ограничится моральной поддержкой, но окажет реальную помощь. Ведь, как правило, в профессиональных силах обороны воюют молодые люди, для которых жизнь не должна остановиться после травмы. К тому же следует помнить о том, что центр будет открыт не только для солдат, но и всех жителей страны. Владимир Вихлаков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.